Рождество Фильмы, ставшие классикой, вроде «Один дома», безобидные, добрые, забавные. Не кажется вам это слишком банальным и слегка надоевшим? Уверен, что далеко не всем хочется в сотый раз пересматривать одно и то же, особенно когда настроения все-таки нет и не предвидится. Да и тематика этой рубрики не позволяет рассказывать вам о чем-то уж слишком приторном. Поэтому, чтобы немного взбодриться и сыграть на контрастах, расскажу вам о нескольких новогодних фильмах ужасов, которые так просто не посмотришь всей семьей. Классическая серия слэшеров, где в главной роли сумасшедшего маньяка, совершенно не объясняющего свои мотивы, выступает переодетый в костюм Санта-Клауса человек. Первая часть, повествующая о рехнувшемся на почве детских психологических травм мальчике Билли, который с топором в руке отправляется рубить всех направо и налево, так и не вышла в широкий прокат из-за скандала, устроенного взволнованными родителями. Тем не менее, фильм смог окупиться, поэтому скоро последовали продолжения, которые лучше бы вообще не выходили. Ни вторая, ни третья части не смогли и близко подойти к успеху прародителя, продолжив лишь эксплуатировать изживший себя образ следобородого убийцы без мотивации и какой-либо внятной и интересной истории. Мясо, мотяки и убийства. Единственное, что заслужили дальнейшие продолжения, которых, к слову, было аж 4 штуки, так это статусы культовых слэшеров среди поклонников жанра. Но вот критикам и основной массе зрителей продолжение особо не вкатывали, задумку не оценили, а идею после пятой части похоронили, когда, наконец, никто из режиссеров не захотел браться за работу. Но в 2012 году франшизе вспомнили и решили больше не экспериментировать, а просто сделать полноценный ремейк первой части. Так на свет появилась куда более известная «Тихая ночь» с Санта-Клаусом в модных очках и с огнеметом в руках. В 2018 году Metalcore команда Ice Nine Kills под влиянием от этого фильма записала песню Mary Axmess, клип на которую отсылает к оригинальной франшизе. Еще один классический слэшер, использующий в качестве сеттинга рождественские праздники, сосульки в качестве орудия убийства и другие атрибуты Нового года. Оригинальный фильм вышел еще в далеком 1974 году и рассказывал о группе студентов, столкнувшихся с ненормальным убийцей. Кстати, фильм считается одним из первых в жанре слэшеров, а сюжет создан на основе серии убийств в Квебике, как раз на канун Рождества. Фильм окупился, как и его ремейк в 2006 году, мало чем схожий с оригиналом. Только в этот раз критика разгромила ремейк. То же самое случилось и со свежей работой 2019 года, который на этот раз был выпущен студией-конвейером Blumhouse. Обновленная версия «Черного Рождества» вновь получила негативные отзывы критиков, которые раскритиковали фильм за бессмысленный сюжет, а фанаты в США остались недовольны низким возрастным ограничением. Ну и трейлер, выпущенный в рамках маркетинга, фактически является кратким пересказом фильма, что не оценили пользователи интернета. Голландский мистический фильм ужасов 2010 года режиссера Дика Масса. Фильм раскрывает Святого Николая как не символ праздника, а как жестокого убийцу. В общем, все по классике. Вот только еще в общую антиновогоднюю атмосферу замешан религиозный подтекст. Кстати, фильм тоже вызвал скандал среди обеспокоенных родителей, которых возмутил столь откровенно изуродованный образ привычного и доброго нидерландского Деда Мороза. Но фильм все равно вышел в прокат и не особо окупился. Еще один малобюджетный и малоизвестный фильм, раскрывающий мрачную сторону Рождества. Но, в отличие от предыдущих фильмов списка, Санта на продажу не такой уж и жестокий. Что-то вроде рождественского боевика с долей крови и достаточно примитивной истории об охотниках за Сантой и людоедом, замороженным в недрах горы. Санта на продажу Фильм именно то, что вам нужно. Фильм, о котором наверняка многие уже слышали. Из всех фильмов в данном списке он является наиболее успешным, как в плане кассовых сборов, так и в плане оценок критиков. Сама история, рассказывающая об антиподе доброго Санта-Клауса, Демоне Крампусе, местами может удивить неожиданными сюжетными поворотами. Да и такая история сама по себе куда оригинальнее, чем классическая погоня злого Санты с топором за глупыми подростками. На самом деле, я не люблю Новый Год. Это один из тех праздников, который им навевает скуку и заставляет вспоминать все то плохое, что ты пережил за год, потому что хорошее вспоминать не удается. Я не очень хотел делать какое-либо новогоднее видео, потому что канал не располагает столь большой аудиторией, которая была бы заинтересована в таком контенте. Также я в принципе не считаю, что тематика канала сейчас позволяет снимать вот такие тематические ролики. Но, как видите, я это видео все-таки доделал в качестве небольшого и весьма скромного подарка, потому что это для меня Новый Год не праздник, а остальных это не касается. Так что почему бы не отметиться в уходящем году последним роликом? Спасибо всем тем немногим, кто подписан на этот канал. Всем, кто смотрит, кто поддерживает. Даже немногочисленная аудитория подталкивает меня продолжать создавать новый контент и стараться улучшать качество. Я не думал, что за такой короткий промежуток времени мы преодолеем отметку в 50 подписчиков и уже начнем приближаться к первой сотне. Это скромные показатели, я понимаю, по сравнению с огромными каналами мой выглядит настоящим ничтожеством, но меня радуют такие мелочи, потому что я не рассчитывал на столько подписчиков, на такую обширную аудиторию по-настоящему здравомыслящих и бесстрашных людей. Бесстрашных, потому что вы не боитесь вместе со мной исследовать довольно тяжелые темы, о которых обычно не любят говорить. Пусть для других показатели весьма скромные, но для меня они поистине впечатляющие, так что за это всем вам спасибо. Увидимся в новом году с кучей новых роликов, в том числе подъедут новые рубрики, чтобы расширить влияние на аудиторию. Все это будет, канал я забрасывать не собираюсь, только вот дайте мне с первой сессии разобраться и тогда я заставлю себя сесть за написание сценария и монтаж. Впереди много интересных тем, о которых мне хотелось бы поговорить, так что всех жду в 2020 году. Хороших праздников. Субтитры подогнал «Симон»!